Более полувека гостеприимно встречает зрителей концертный зал у финляндского вокзала, любимый петербуржцами и гостями города. Сегодня его часто называют на современный манер у филианского концерт-холл. Здание было построено в 1954 году по проекту архитекторов Г. Иванова, Н. В. Баранова, Н. Г. Агеевы и очень лаконично вписалось в архитектурный ансамбль Арсенальной набережной. Первоначально деятельность концертного зала носила филармоническую направленность. В разное время на сцене ДК выступали Дмитрий Шостакович, Елена Образцова, Борис Штоколов и другие. Сопровождал концерт и симфонический оркестр Ленинградской филармонии, руководили которым лучшие дирижеры Санкт-Петербурга, Москвы и всей России. Со временем зал обрел популярность и стал привлекать звезд отечественной и зарубежной эстрады. Здесь давали концерты Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Бен Бицианов и даже мастер пантомимы Марсель Марсо. Сегодня на базе концертного зала у финляндского вокзала работает детский театр Карамболь. Артисты радуют маленьких зрителей и их родителей отличными спектаклями, которые традиционно начинаются в 12.00. Посмотреть афишу можно на официальном сайте kz www.finzal.ru. В репертуар включаются не только классические любимые всеми, но и тематические спектакли. В преддверии новогодних праздников, в декабре, труппа показывает волшебные интерактивные сказки и даже проводит елки. Есть в репертуаре и мероприятия для взрослых. Это выступления известных артистов, концерты классической музыки, фестивали, творческие вечера и даже спектакли приглашенных театральных трупп, оперных, музыкальных, драматических. Начинаются они, как правило, в 18.00 или 19.00. Обратите внимание, точное расписание нужно уточнять на официальном сайте в разделе «События», часто бывают и более ранние, и более поздние мероприятия. В преддверии 9 мая у финляндского традиционно проводится праздничный концерт, который будет интересен и взрослым, и детям. Вход на него бесплатный, однако, билеты распространяются преимущественно среди организаций и ветеранов. Есть немного места в свободном доступе, но бронировать их нужно заранее. Не так давно в концертном зале у финляндского вокзала был сделан ремонт. Благодаря отличной акустике и высококлассному техническому оснащению любое проходящее на сцене мероприятие превращается в красочное эффектное шоу, посещение которого наверняка станет одним из самых ярких впечатлений от визита в Санкт-Петербург. Как добраться с Курского вокзала до Киевского вокзала на метро? Концертный зал располагается по адресу Арсенальная набережная, дом 13 дробь 1, в пяти минутах ходьба от финляндского вокзала. Добраться до него не составляет никакого труда, ближайшая остановка общественного транспорта, площадь Ленина и одноименная станция метро находятся в 100 метрах от центрального входа. Сюда можно доехать не только на метро, но и на автобусах, трамваях и маршрутных такси. Если есть вопросы по поводу посещения концертного зала, наличие билетов, всегда можно обратиться к менеджеру по телефону 8 812 542 37 32 или непосредственно в кассы по телефону 8 812 542 09 44. Обратите внимание, менеджеры кассы работают с 11.00 до 19.00, звонить нужно только в это время. Как добраться с Ярославского до Курского вокзала? Если вы решили посетить концертный зал у финляндского вокзала, официальный сайт поможет узнать актуальную информацию обо всех событиях. А вот купить билеты на нем не получится, придется обращаться в кассы или специализированные билетные агентства СПБ, во многих из них организованы онлайн-продажи и бесплатная курьерская доставка заказов по городу. Если есть возможность, лучше сделать это заранее, так как многие мероприятия пользуются популярностью и в зале часто аншлаг. Кассы работают ежедневно с 11.00 до 19.00, с перерывом с 15.00 до 16.00. Информацию о наличии билетов можно уточнить по телефону 8 812 542 944. Обратите внимание, кассы осуществляют продажи только за наличный расчет. Расстояние от Ленинградского до Курского вокзала на сегодняшний день Кайзету Финлоянского считается одним из самых уютных и атмосферных в городе, ни одно фото не передает всего его великолепия. Зал рассчитан на 602 места, 570 располагаются в портерии, 32 – в ложах. Главный вопрос, которым задаются зрители, какие же из них все-таки выбрать, если на схеме, представленной на официальном сайте, нет никаких пояснений. Слышимость идеальная в любой точке, а вот в плане видимости лучше, особенно если вы идете на мероприятия с маленькими театралами, выбирать первые ряды. Зрителям, находящимся в ложах, часть сцены закрывают колонны. Что касается свободного времени во время антракта, его можно занять посещением временных выставок в фойе, тематика которых периодически меняется. А вот побывать в концертном зале вне мероприятия, к сожалению, нельзя, экскурсий внутри него не проводится. Если и запланирован визит такого рода, придется ограничиться внешним осмотром здания. Перекусить до или после спектакля можно в одном из расположенных неподалеку кафе и ресторанов «Империя», «Царь Пышка», «Пышечная», «Север Метрополь». В самом концертном зале буфет часто не работает даже во время мероприятий, а без них он и вовсе закрыт. Концертный зал у финляндского вокзала – прекрасное место для того, чтобы отлично провести несколько часов, оставшихся до отправления поезда, вне зависимости от того путешествует турист в одиночку или в компании. И даже если мероприятия из репертуара не вписываются в график, все равно можно взглянуть на здание, расположенное на набережной. В ноябре неподалеку от него, на площади Ленина, устанавливают одну из самых красивых елок города. А уже в марте-апреле, стоя прямо у центрального входа, можно наслаждаться разводкой мостов. Если верить отзывам, обзор открывается прекрасный. Обратите внимание, в летнее время визит в концертный зал удобно совместить с посещением еще одного великолепного шоу – прекрасных поющих фонтанов на площади Ленина. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.